Привет всем, меня зовут Михаил Юдин. Сегодня мы в программе Cinema 4D научимся создавать вот такой вот летающий текст. Кроме летающего текста у нас будет образовываться еще и тень, и мы добавим такой интересный буграмм. Вскроем, и первое, что нужно сделать, это настроить размеры нашей композиции, это в меню рендеринг зайдем, output и из пресетов можно выбрать пресет готовые наши камеры. Добавим вот такую вот камеру и первое, что мы сделаем характер и вот она у нас большой и превратим этот меню в отдельную панель для удобства. Сойдем и создадим кость. Сделаем несколько копий этой кости, где-то шесть штук у нас получается. Первую переименуем, назовем ее main, главная кость. Дальше, выделяем все остальные, object 100 метров, каждая, координаты и вот здесь нужно написать интересное выражение, nu умножить на 100. Таким образом мы распределяем вот эти вот кости. Main, главная кость, object, у нас это у нас будет главная, нулевая кость, управляющая. Дальше, вторая кость вкладывается в первую, третья во вторую, четвертая в третью, пятая в четвертую. Такая иерархия у нас создается, переименуем самую главную, назовем ее right, правое плечо. Делаем копию правого плеча, переименуем, назовем ее left, левая. Соответственно, левую нужно повернуть на 180 градусов. То есть, у нас вот такая вот картина. Жмем h и вот. Так, теперь левое и правое плечо у нас должны быть в подобъектах. К главному выделяем главную управляющую кость, идем в меню характер, которая у нас уже превращена в панель и важно это setup.ik-chain. Назначаем обратную кинематику всей нашей структуре костей. Выделяем вот эти два управляющих элемента, ноль объекта и удаляем. В нашем случае они не нужны. Настраиваем первый тег mocha ik, здесь нужно снять галку hard ik. Выделяем остальные теги и здесь вкладка rest 45%. Настроили, смотрим, что у нас получилось. Такая вот у нас приятная гибкость в костях образовалась. Окей. Теперь можно добавить текст. Мограф. Текст object. Повернем его на 90 градусов. Object. Текст у нас будет flying. Текст. Шрифт ареал очень жирный. Выравнивание посередине. Глубина 50. 50. 50. Размер. Размер уменьшаем. И вот лучше всего сверху на это дело посмотреть. Размер текста у нас должен быть как размер всех костей вместе с обеих плечей. Ну и соответственно сверху он должен быть посередине по костям выровнен. Возвращаемся в вид с перспективы и продолжим с текстом работать. Caps. Настроим. Fillet cap. Fillet cap. Шаги у нас будет один шаг. 3. Radius. 3. Radius. И галочка constrain. Сохраняет контур у нас. Таким вот образом у нас появляется текст. Теперь их нужно связать как-то вместе друг с другом. Выделяем кость. Выделяем текст. Alt. G. И создаем у нас такая группа. Назовем им просто текст. Дальше. Важный момент. Выделяем группу костей. Fix with children. Во вклаке fixation. Прикрепляем у нас теперь наши кости текстовому объекту. И смотрите что у нас получается. Вот такая вот приятная гибкость уже и к тексту присваиваться. Таким образом мы настроили обратную кинематику так сказать для текста. Теперь в нашем случае мы можем как угодно анимировать текст. И он будет таким вот образом плавно передвигаться. И в таком интересном эффекте. Дальше. Что мы делаем? Это продолжаем настраивать сцену. Добавим камеру. У нее в координатах. Здесь 90, 0, 0, 0 и здесь 1500. Зайдем в камеру. Посмотрим как это все выглядит. Прекрасно. Дальше. Что мы добавляем? Два источника света. Первый у нас будет front. Второй back. То есть передний, задний. Добавляем background. Добавляем floor. И добавляем sky. Sky у нас будет объект содержать необходимую карту отражений. Объект floor у нас, пол у нас будет принимать от текста тень. То есть самого его у нас видно не будет. Но и background это будет фон. Так. Для всех них. Можно у нас свет объединить. Alt-G. И назвать это все дело красиво. Lights. Такая структура у нас будет. Добавляем текстуры для background, для пола и для sky. Для объекта неба. Открываем object browser. И вот у нас есть background. У нас есть вот такой вот синий градиент. Затем у нас в материалах HDRI. Мы выберем какую-нибудь текстуру HDRI для неба. У нас есть деталями какой-нибудь. Скажем, вот такой вот парк. Очень интересно. И теперь для текста. Поищем какую-нибудь текстуру. Вот допустим favorites. У нас есть вот такая вот текстура. Заходим материалы. Glossy. И вот белая тоже интересная текстура. Таким образом мы добавляем вот четыре текстуры. Теперь выделяем background, выделяем пол. Правой кнопкой мыши на текстуре градиента apply. И применяется градиент сразу же к двум объектам. К полу и к background. Двойной щелчок у нас на текстуре градиента. Поправим немножко градиент. Здесь он в разделе color находится. Заходим и немного изменим текст. Цвет этого градиента. Темно-синий будет внизу и немножко по насыщению будет вверху. Такой вот синий. Такой темное. Небо будет почти ночное. Посмотрим, как это все выглядит. Выглядит пока вот так. Дальше что? У пола в текстуре нужно отметить интересную опцию projection. У нас будет фронтальная проекция. К Sky мы добавим нашу HDRI текстуру. И теперь нужно добавить... У нас объекта неба не должно быть видно. Для этого мы выделяем Sky. Выделяем еще кроме этого пол. Правая кнопка мыши Cinema 4D Text Compositing. Настроим у объекта неба Sky. Тег Compositing. Здесь нам нужно единственное, что отметить, это галку Seen by Camera, чтобы не было видно в камере. Так. Дальше что? Пол. Здесь Compositing Background и Seen by Reflection. Пол не должен быть виден в отражениях. Продолжим дальше. Настроим свет. Фронт. Передний свет. У переднего света у нас должна быть тень. Shadow. Shadow Maps. Мягкая тень. Координаты по оси Y на высоте будет 2500. По оси X допустим 1500. Впереди немножко будет. Посмотрим, что получается. Примерно такая плоская тень у нас будет. И высоту вот этой тени можно настраивать высотой вот background floor. Опускаем ниже, соответственно, и тень у нас будет опускаться еще ниже. То есть, как нам нужно, таким образом мы настраиваем. То есть, как видно, самого пола не видно. Но тень, которая на него падает, она заметна. Это благодаря вот этому тегу Compositing. Дальше. Применяем текстуры для... Нет, пожалуй, можно еще Back. Настроить цвет задний. Что у него? Минус 1500. Отодвинем его немного назад. Посмотрим, что получается. Будет примерно вот такая вот история. И не будет он отбрасывать у нас тени. Вот интересный момент хотелось бы отметить. Объекты света в Cinema 4D, которые отбрасывают тень, они обозначаются вот такой вот с черными стрелками. Свет такой с черными стрелками. А свет без тени. Вот такие вот, соответственно, светло-голубые вот такие стрелочки. То есть, уже можно, глядя на иконки, уже знать, что есть этот источник света отбрасывает тень или не отбрасывает. Примерим текстуры к текстовому объекту. Вот выделим их с шифтом обе, перетащим. И вот к этому этот тег у нас будет обозначать фаску. R1 прописываем в Selection. И, соответственно, эта текстура у нас для всего текста. Эта текстура у нас будет для... Иногда глюк такой сбивает. Смотрим, как это у нас будет выглядеть. Вот задний текст, задний у нас свет слишком яркий. Back. Переходим. General. И вот немного подправим его. Смотрим, что получается. Где-то вот так. Можно поднять его повыше, чтобы он не так низко был. Back. Координаты по оси Y. Где-то на такое расстояние. Смотрим, что получается. Примерно где-то вот так. Итак, настроили нашу сцену. Теперь нужно движение для нашей сцены. То есть движение будет осуществляться вот у нас для этого текста. Flying Text. То есть у нас такое своеобразное колебание, как мы видели на предыдущем видео. Как у нас текст постепенно вверх-вниз, с мягкостью определенной передвигается. Что у нас создает такое движение. Переходим на наш текст. Cinema 4D Text. Vibrate. Такая вибрация у нас такая будет. Настроим эту вибрацию. Regular Pulse. Галочка. Enable Position. Здесь 0. По оси Y 50 метров. И здесь будет 0,5. Это вот так. Жмем Play и смотрим, что получилось. То есть текст плавно движется вверх-вниз. Можно длину анимации увеличить, чтобы цикл закончился более-менее какой-то. И таким образом у нас текст двигается вверх-вниз. И отбрасывает тень в окне композиции. Ну что можно еще подправить в нашей композиции. Вот можно глубину тени немного изменить. Перейдем на источник света. Front. Вкладка Shadow. И вот параметр Density. Можно изменить на 50. И посмотреть, каким образом будет выглядеть тень. Тень стала немножко легче и прозрачнее. Вот таким образом мы научились с вами делать летающий текст в программе Cinema 4D. Надеюсь, вам мой урок понравился. Жду ваших комментариев. Всего хорошего. Так, 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 погодите. Никто не расходится еще. Еще хочу показать очень важную и интересную фишку, которую можно использовать для ускорения работы именно с такими текстовыми объектами. Давайте перейдем на наш главный текстовый объект. Летающий текст. Правая кнопка мыши. Cinema 4D Text. И последний текст. Экспрессо. Выражение сейчас к нему добавим. Перетащим объект сюда, в это поле. Экспрессо. И перетащим сюда же текстовый объект. Назначим определенное выражение, которое нам в какой-то степени облегчит жизнь. Значит, у текстового объекта выберем здесь Object Properties. Текст. У текста, у ноль объекта выберем здесь Object Properties. Basic Properties. Name. Теперь свяжем их. И смотрите, что получается. Закрываем. Теперь у нас текстовый объект. Текст у нас теперь будет называться так же, как мы называем ноль объекта. В этой кнопкой мыши, мы, допустим, назовем как ноль объекта. Вау. И у нас автоматически текст превращается в то, как мы назвали. Абсолютно быстро. Очень просто. Смотрите, можно скопировать, переместить. И у нас так же теперь она называется текст. Ну, примерно вот такая фишка. Но здорово облегчает жизнь. И экономит кучу времени. Субтитры создавал DimaTorzok